Эта программа создана благодаря помощникам и друзьям служения Крефла Доллара. Ключ к благословению — оставаться твердым в этом «Я праведен перед Богом по вере». Если вы будете провозглашать это в каждой ситуации, благословение всегда будет доступно вам. Всегда. Всегда. Благословение доступно вам не из-за вашего совершенства или поведения. Оно доступно вам благодаря тому, что сделал Иисус. И благодаря вашей вере в то, что Он сделал. А что Он сделал? Он сделал так, что мы через кровь Его оправданы. Так как если бы мы никогда не грешили, держитесь за эту истину, и это будет ключом к вашей силе. А сейчас давайте присоединимся к Крефла Доллару и послушаем сегодняшнее послание. Оправдание по вере. Все благословения доступны тем, кто поверит, что они праведны перед Богом. Смотрите дальше. Стих. Где мы были? Шестой. «Ибо когда еще мы были немощны, в определенное время, что произошло? Христос умер за тех, кто ходит в церковь? Христос умер только за тех, кто говорит на языках? Христос умер за тех, кто танцует во время прославления? Нет. Он умер за кого? Он умер за кого? Вы посмотрите. Он умер за кого? Того человека, которого вы время от времени судите. Христос умер за него. Он умер за него. Тот, с которым вы не хотите иметь ничего общего. Тот, за которого вы не хотите молиться. Тот, с которым вы и минуту не хотите поговорить. Христос умер за него. Если вы приняли то, за что умер Христос, вот что он говорит. Мне нужно, чтобы ты передал это другим людям. Вы рождены свыше? Да. Вы знакомы с тем, кто не рожден свыше? Да. Но так передайте эту весть другим. Поделитесь с ними, как в свое время поделились с вами вестью о том, что Христос умер за нас. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас не тогда. Когда мы исправили свое поведение. Вау. Почему Он умер за нас? Потому что Он любит нас. Он любит нас. Посему, 9 стих, тем более ныне, и снова, будучи объявлены праведными Его кровью, здесь использовано слово «оправданы». Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Позвольте задать вам вопрос. Гневается ли Бог на вас, спасенных? Почему? Хорошо. Думаю, вы сказали. Потому что Он излил весь свой гнев на тело Иисуса Христа. У Бога больше нет гнева на вас, потому что весь гнев Бог излил на Иисуса. Христос понес весь гнев Божий на своем теле, чтобы благодаря Его крови гнев Божий не пришел на вас. Поэтому, если кто скажет вам, «Бог гневается на тебя, потому что ты не делаешь то-то и то-то», отвечайте, «Нет, гнев Божий не придет на меня, потому что весь гнев Отца, предназначавшийся для меня, Иисус взял на себя». Что касается нас, праведных по вере, у Бога никогда не бывает даже плохого настроения. Поэтому не говорите. Бог гневается на меня, поэтому я не получил работу. Должно быть, Бог разочаровался во мне, поэтому я до сих пор не женат. Наверное, Бог гневается на меня за то, что на прошлой неделе я не был в церкви. Не говорите так. А иначе вы бесчестите кровь Иисуса. Не говорите так. «Благодаря крови Иисуса вы находитесь в позиции, в которой гнев Божий не придет на вас. Вы спасены благодаря Иисусу, и Он спас вас от Божьего гнева, который по закону предназначался вам». Все, что Иисус взял на себя, с точки зрения закона, предназначалось нам. Он принял наказание, и Он принял наше наказание. Он принял на себя боль, и Он принял нашу боль. Страдание предназначалось нам. Гнев предназначался нам. Быть оставленными Богом предназначалось нам. Но пришел Иисус и сказал, «Я так сильно люблю вас, что возьму все, что по закону вы заслужили. Поскольку Бог правосудный Бог, кто-то должен заплатить. Заплачу Я и спасу вас от гнева Божьего, и я буду спасать вас от гнева Бога». Аллилуйя! Поэтому в судный день Бог не будет изливать свой гнев на христиан? Нет, нет, вы спасены от этого. Вам не надо пугаться. Если звук трубы раздастся сейчас, и свет померкнет, то скажите, «Да, приди, Иисус!» Вам не надо делать так. Такого делать не надо. Не надо так поступать, потому что вы спасены от будущего гнева. Аллилуйя! Вы спасены от будущего гнева. Это также значит, что вы спасены от периода великой скорби. Когда придет это время, Бог не допустит, чтобы вы прошли через него. Вы будете избавлены от этого периода. Лично меня это вообще не беспокоит. Я уже переживаю этот период. Мне не нужен период великой скорби. Я и так и не знаю. Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь». Мне не нужен особый период или сезон. Иисус сказал, «Будете иметь скорбь». Но обратите внимание на то, что Он сказал. Должно быть, это мощный ключ. «В мире будете иметь скорбь». Но обратите внимание на рекомендацию. Мужайтесь. А каким образом мужаться, когда у вас скорбь? Иисус сказал, «Будете иметь скорбь». Но вот ключ. Мужайтесь. Попробуйте это, и увидите, что будет. И увидите, что произойдет. Повернитесь к своему соседу и скажите, Мужайтесь. О, Иисус! Ну, разве Бог не благ? Вы ведь любите Его? Я просто... Десятый стих. «Ибо если, будучи врагами, мы...» Кто-то спросит, «Мы что, были врагами Бога?» Вы помните в 19 главе книги Исход, когда они решили, что хотят быть судимы сообразно своим заслугам? Они выбрали иной завет. Завет Закона. Чтобы быть судимыми по своим заслугам. Вот тогда мы и стали врагами Бога. То есть у Бога была вражда против греха. Против нашего выбора отвергнуть Его милость, Его благодать и Его любовь. И Бог был врагом нашего греха. Слава Богу, Иисус примирил нас. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, что касается примирения, братья и сестры, нам необходимо понимать, я был выкуплен, я был искуплен благодаря выкупу, который был заплачен. Если упростить, я был избавлен от рабства благодаря заплаченному выкупу. Избавление пришло, потому что был заплачен выкуп». Примирение с Богом произошло не даром. Господь заплатил за это примирение. Иисус заплатил за него. Как можно не любить Иисуса? Он заплатил за ваше примирение. А что сделали мы? Что вообще не могли сделать, чтобы Иисус пришел и заплатил за ваше избавление? Это при том, что вас и в проекте еще не было. Какой великий Бог! Какой великий Бог! Какой великий Бог! Вы можете поднять свои руки на несколько секунд? Какой великий Бог! Какой великий Бог! Какой великий Бог! Мы воздаем тебе хвалу. Господь, спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что в каких бы мы ни были проблемах, мы выйдем из них. Спасибо за то, что с нами не случится беда. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Если у меня болит правая рука, спасибо, Господь, за то, что моя левая рука не болит. Спасибо, Иисус. Хвала тебе. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, спасибо, Иисус. Аминь. Канун прорыва. Возможно, вы скоро станете миллионером. Прошло уже некоторое время с тех пор, как мне были даны все эти инструкции. Скажи это. Скажи это снова. Сделай это. Скажи это. Возможно, нас ожидает что-то великое. Кто-то позвонит вам по телефону и скажет, «Привет, как дела? Я из Калифорнии. Вы знаете такого-то?» «Знаю. Он только что оставил вам 500 миллионов долларов». «Кто? Что вы говорите? Что?» «Не говорите так. Не надо играть со мной». «Не надо со мной так шутить». Тут подъезжаю я и вижу, как вы катаетесь по земле по лужам. У вас все лицо в грязи. Я говорю, «Я понимаю, брат. Такое известие». Если правильно веришь, то ты правильно поступаешь. Кто-то скажет, «Да такого не будет, братья и сестры. Вот в чем я убежден». Я убежден, если что-то не происходит в вашей жизни, значит, вы не предъявили требования для того, чтобы это произошло. Но если вы предъявите требования, для Бога все возможно. Придите домой, возьмите ручку и запишите все, на что вы не предъявляли требования. Вы с чем-то мирились. Вместо того, чтобы предъявить требования и верить Богу, не ограничивать его с тем, чтобы Бог сделал то, что Он хочет делать. Больше никаких границ. И тогда Бог сможет сделать что угодно. Он просто ждет от вас, когда вы предъявите требования. Я говорю, Он ждет, когда вы предъявите требования. Бог восполнит все ваши требования. Слово, стоящее там, — это не нужды. Бог восполнит ваши требования. Вот что сказано в Писании. Имеющийся у нас перевод неправильный и глупый. Правильно. Бог восполнит все мои требования. Но если вы не предъявляете никаких требований, то нет срочности или необходимости исполнять требования, которые не были предъявлены. Так доскажут искупленные Господом. Доскажут. А вы ничего не говорите. В Писании говорится, «Искупленные, скажите так». И что толку говорить? Я скажу, и от этого мой счет сразу же будет оплачен? Возможно, и не сразу. Но в будущем может произойти то, благодаря чему ваш счет будет оплачен. Скажите так. Я в прошлый раз сказал, не сработало. Но вы так сказали один раз. А надо говорить и говорить, и говорить, и говорить, и говорить. Продолжайте говорить. Стойте в этом, пока не станете верить. Кто-то спросит, «Зачем говорить столько раз?» Таким образом, к вашему исповеданию присоединится вера. Новый Завет говорит нам, что главная вера «Но ведь в Библии не сказано, что нужно повторять тысячу раз». Не сказано. Самое главное, поверите вы или нет сказанному. Ведь вы говорите много чего, во что не верите. Я не верю, что засмеюсь от щекотки. Мне что, защекотать вас до смерти, чтобы убедить вас? Есть еще много вещей, в которые вы можете не верить. Какова ваша вера? Вы действительно верите? Прямо сейчас? Однажды мы все умрем. И в первый раз вы скажете, «Ну, может быть». Потом, «Ну да, я умру». Уже в третий раз. Просто бац и все. Говорите, говорите, говорите так. Пастор, мне так это нужно. Ну тогда говорите. Говорите, что вам нужно. Боюсь говорить, что мне нужно. Потому что если буду говорить, меня услышит дьявол и начнет действовать. Боже, милостивый. Следите за тем, что вы говорите. Дьявол может услышать и напасть на вас, а его победить вы не сможете. А мне и не надо побеждать дьявола. Он уже побежден. Для чего мне зря тратить свое время? Битва уже выиграна. Для чего зря тратить время, сражаясь с поверженным врагом? И недовольность всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне искупление. В греческом тексте нет слова искупления. Там стоит слово примирение. Перевод неправильный. Правильно читать так. Мы получили ныне примирение. Кровь Иисуса не покрывает грехи. Она удаляет их. Благодаря ей наши грехи отпущены. Кровь Христа не покрывает грех, а полностью удаляет его. Вы были полностью примирены кровью Христа, а не получили их покрытие. В переводе короля Иакова следовало бы поставить слово примирение. В последующих, оставшихся в стихах пятой главы посланий к римлянам, говорится о том, что Христос является самой основой спасения. Он есть суть спасения, а суть Евангелия является праведность по вере. В нем суть Евангелия. И это благая весть, не так ли? То, что человек может быть праведным, не от дел своих, в этом суть Евангелия. Помните в послании к римлянам, думаю, в первой главе, Павел готовится отправиться в Рим, и он говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». И дальше. В нем открывается правда, праведность Божия от веры в веру. Как написано, «Праведный верою жив будет». В центре Евангелия праведность по вере. Если сказать проще, что бы ни случилось в вашей жизни, никогда не оставляйте. Не покидайте, не уходите от этого. Я праведен по вере. Никакие ваши дела не изменят эту истину и не позволяйте себе изменить свое убеждение. Если не измените его, то будете благословлены. Благословлены вместе с верным Авраамом. Те, кто не уйдут от этой истины, будут благословенны. Я думаю, что нашел ключ к благословению. Ключ к благословению — оставаться твердым в этом. Я праведен перед Богом по вере. Если вы будете провозглашать это в каждой ситуации, благословение всегда будет доступно вам. Всегда. Всегда. Благословение доступно вам не из-за вашего совершенства или поведения. Оно доступно вам благодаря тому, что сделал Иисус и благодаря вашей вере в то, что Он сделал. А что Он сделал? Он сделал так, что мы через кровь Его оправданы, так как если бы мы никогда и не грешили, держите за эту истину, и это будет ключом к вашей силе. Праведность по вере определяет вашу позицию силы. Праведность по вере определяет вашу позицию как царя, который правит и царствует в жизни посредством Иисуса Христа. Не оставляйте этого. И тут есть искушение. Не оставляйте этого посреди неудачи. Посреди неудачи вы должны напомнить себе, это и есть здравый разум. Вы должны напомнить себе, я праведен перед Богом, но не должен был этого делать. Я праведный человек по вере, который принял глупое решение. Спасибо, Иисус, за благословение. Праведный. В Псалме говорится о праведном человеке и о его семье и о том, что богатство у праведного. Почему? Так происходит, когда вы праведны. Когда вы праведны по вере, тогда те же качества человека, праведного по закону, и даже больше доступны тому, кто праведен по вере. И даже более. Даже более. Люди не могли исполнить закон в совершенстве, и Бог являл им свою милость. Когда же вы праведны по вере, тогда ничто не мешает и не препятствует вам получить благословение. Поэтому у вас есть право сказать, «Боже, исцели меня!» Вместо «Ой, не знаю, исцелит ли меня Бог, потому что в последнее время я плохо себя вел». Таким образом, вы снова подвели себя под проклятие. Только начинайте действовать под осуждением, как тут же оказываетесь под проклятием. Только начинайте чувствовать вину, вы снова под проклятием. Вы отпадаете от благодати, снова возвращаетесь под проклятие, потому что не принимайте то, что принадлежит вам по вере, а не по делам. По вере, а не по делам. По вере, а не по делам. О, брат Доллар, как вы можете такое говорить? Приняв глупое решение, вы должны подвергнуться суду. Вы уже подверглись суду, и Бог принял решение. Вы праведны. Он решил, вы праведны. Поэтому примите все благословения, которое Дух Святой готов предложить вам. Он сделает вашу жизнь лучше, и дела у вас пойдут лучше. Потому что вы праведны перед Богом по вере, и вы не блокируете то, что может сделать Дух Божий. Вот что сказал Бог в Ветхом Завете. Я напишу закон на вашем сердце, напишу на вашем разуме, я буду вашим Богом. Я научу вас знать меня, если вы будете делать одно. Помнить, что я милостив к неправдам вашим, и грехов, и беззаконий, не воспомяну более. Тогда я буду писать закон на вашем сердце, вести, направлять вас, полагать вам на сердце то, что вам необходимо знать, показывать вам, если вы будете помнить это. Но если вы станете говорить, «О, Господь, должно быть, я что-то сделал не так». Иисус, я ошибся. Как бы узнать, простил меня Бог или нет? В этом случае вы отпали от благодати, и сделали благодать Божью бездейственной для себя. Бог говорит, «Я знаю, что ты ничего не заслужил. Я это знал, когда сказал тебе, что ты праведен по вере. Я стараюсь показать тебе истину. Я стараюсь явить тебе мою благость. Я стараюсь явить тебе мою верность. Я стараюсь явить тебе мою любовь. Я стараюсь явить тебе то, что у меня есть. Стараюсь показать тебе, что я могу сделать. А ты стараешься показать мне, насколько ты хорош. Это ничем не отличается от 19 главы книги Исход, когда Бог сказал, «Я стараюсь явить вам мою благодать и верность, а вы стараетесь показать мне, почему вы заслуживаете ее». Вы не заслуживаете. Я уже знаю, что не заслуживаете. Вы все недостойны. Все вы заслуживаете ада, а я хочу спасти вас от него. Не пытайтесь убедить меня в том, что не является истиной. Даже если сегодня вы убедите меня, завтра вы оступитесь, поэтому прекратите. Я знаю человеческую природу. Я создал вас, и потому знаю, какие вы. Примите мою любовь. Примите мою благость. Перестаньте бороться. Перестаньте противиться, и увидите, что я сделаю. И увидите, что я сделаю. Я праведен по вере. Когда я веду себя хорошо, я праведен по вере. Когда терплю неудачу, я праведен по вере. Когда я святой 30 дней подряд, понимаете? Святость — это плод, а не корень. Да. Вы понимаете, что я только что сказал? Святость — это плод вашего принятия благодати. Благодать — корень, святость — плод. Ваше принятие благодати и ваша праведность по вере произведут святое поведение. Нас учили, «Будь свят, и тогда это все произойдет с тобой». Нет. «Будь праведен по вере, и тогда святость будет плодом». «Да, но ты должен быть святым, потому что без святости никто не увидит Господа». Нет, если вы не верите в то, что сделал Иисус, вы не увидите Господа. Да, но Библия говорит, что без святости — так говорят люди, думающие, что знают Библию лучше вас, но моя Библия говорит мне, что без святости никто не увидит Господа. Повнимательнее читайте Библию, потому что за три стиха до этого говорится о том, какое у вас свидетельство. Эти слова приведены посреди речи о том, что вы своим поведением не должны смущать людей. Вы должны жить святой жизнью, потому что без святости никто не увидит Господа в вашей жизни. Иисус для меня. Все. Скажите это. Хорошо. Давайте посмотрим раскрытие сути Евангелия, 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир... Скажите мне имя этого человека. Адам. И что произошло? Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, когда Бог создал Адама? Включил ли он смерть в план сотворения? Нет. Бог создал Адама каким? Бессмертным. Он не должен был умирать. Он должен был жить вечно. Что произошло? В мир вошел грех, а с ним и смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. По причине того, что сделал Адам, все люди оказались зараженными через его действия. Его решение инфицировало. Послушайте мои слова. Его решение инфицировало человеческую расу. Каждый рождающийся человек рождается грешником по причине того, что сделал один человек. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Это несправедливо». Это несправедливо. Вам понятно, почему я попросил вас это сказать? «Я не был в саду, я не ел никаких яблок, арбузов, что бы там ни было, я этого не ел». Так почему я грешник из-за того, что сделал Адам? Это несправедливо. Но смотрите дальше. 13 стих. «Ибо и до закона...» Это очень хорошо. Господь во время моего изучения Писания дал мне откровение, и оно было потрясающим. Кто из вас собирается жить долго, оставаясь сильным? Скажите «Аминь». Вы верите в это? Я тоже. Смотрите. «Ибо и до закона грех был в мире». То есть, грех был в мире еще до того, как был дан закон. Грех был. В те времена, если бы вы сказали людям «грех», они спросили бы, «А что это?» Они не знали, что это такое. Помните, когда Каин убил Авеля? Господь спросил его, «Что ты сделал?» «Я не знаю». Он не умничал. Он действительно не знал. Это было первое убийство. Я ударил его, потому что разозлился. Но не знал, что все так сложится, и он умрет. Это было первое убийство. Я бил его раньше, но он не умирал. Но потом я ударил его камнем в какое-то место. О, вау! Каин, Каин, что ты сделал? Я не знаю. Итак, люди грешили, не зная, что это преступление. Потому что приступать было нечего. Итак, здесь говорится, «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется на ваш счет, когда нет закона». Расширенный перевод. Несомненно, грех был в мире еще до того, как был дан закон. Но грех не вменяется насчет людей, где нет закона, который можно нарушить. Еще в детстве я задавал вопрос, что произошло со всеми людьми, которые умерли в те времена, когда еще не был дан закон. Я говорю о времени до закона. Каким образом можно было что-то вменить этим людям? Закона-то не было. Вы не можете вменить грех насчет человека, если нет закона. Должно быть то, что можно нарушить, чтобы было преступление. Вы понимаете, что я говорю? Если нечего нарушать и преступать, то нет и преступления. Если нет закона превышения скорости, значит, я не превышаю скорость. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok